Хочу я показать вам бой между Дрюзом, играет он за Астурию в рамках турнира Кубок Наций по Карлу, дополнение Катили И бой соперником его, игром Флтк, играет он за Виствалию Хорошо известный мне игрок Флтк, очень хороший игрок, нравится мне его стиль Ну, составы вот перед вами, чтобы долго не останавливаться на этом За Астурию мы видим много копий, 4 видим доспешных мяча, 4 застрела конных, 4 застрела пеших Смотрим мы этот бой со стороны Вистфалии, то есть со стороны Эфилтикея Эфилтикея набрал 4 дальнобойных стрелка, это 4 лучника у него, 4 у него конных разведчика Генерал на левом фланге, обратите внимание, интересно как он поставил своего генерала Обычно все ставят по центру, дабы сберечь, но не бережет он его, потому что хранитель очага В общем-то достаточно мощный генерал, справиться с ним не так-то уж и просто Ветераны-копейщики, по 2 на флангах, это отличные копья У них очень высокий чардж бонус, 31, обратите внимание, защита в ближнем бою очень высокая, 63, броня 46 И берет он 3 топора Идут они второй линией, идут они сразу за воинами со скромосаксами Поскольку брать, в принципе, за Весвалью это больше нечего И как-то вот так вот интересно, он бережет здесь своих, поставил конных застрельщиков Но это, наверное, связано с тем, чтобы посмотреть, где и что начнется Итак, Дрюс начинает атаковать на левом фланге Эфилтикея Расстреливает он, что у нас, да, ветеранов-копейщиков Да, их, в принципе, можно расстрелять, но не теряется и ФЛТК Не заморачивается он на этих застрелах И посмотрите, какой мощный фейл на левом фланге у Дрюза Теряет он совершенно на ровном месте, ну, не половину, но 13 из 60 Достаточно это не то, что проблематично, но это... Вернее, не то, чтобы критично, но тем не менее Идут его копейщики-ветераны против воинов-племен Я думаю, все-таки это ошибка, конечно, воинов-племен Вот так вот бросать именно на ветеранов-копейщиков Здесь у нас хранители очага собираются в стену щитов Причем, я так подозреваю, это вот этот вот глюк Когда, ну, понимаете, о чем я То есть он был в стене щитов, потом его на другое место Пытались растянуть там и отмена стены щитов и так далее И в итоге отряд не растянут И, конечно, проще убивать здесь Когда он скучкован, даже это хранитель очага Посмотрите двумя отрядами конных налетчиков Дрюз очень здорово расстреливает хранителей очага Ну, а здесь на левом фланге мы видим, происходит то, о чем мы и говорили Мастера засад, конечно, не выдерживают никакой конкуренции с ветеранами-копейщиками По центру пытается Дрюз отстрелять своими застрелочками-новобранцами И совсем неплохо Посмотрите воинов со скромосаксами Но не теряется ФЛТК и бросает своих Топорников на стену щитов Доспешных мечников, ну, как мы и говорили Здесь справа, посмотрите, ФЛТК грамотно обороняется От двух конных застрелов При том, что непонятно, зачем вот эти застрельщики здесь В принципе, они могли помогать-то пехоту здесь отстреливать И на левом фланге подошли Подвел ФЛТК своих конных разведчиков Вломил он здесь и неплохо конным налетчикам астурийским Но при этом, посмотрите, мастера засад второй отряд сливает Здесь на левом фланге Он ветеранов-копейщиков И бегут ветераны-копейщики Посмотрите, за лучниками И как здорово, посмотрите Замечательно вообще заводит Дрюс, блин, своих конных застрельщиков И чаржит он практически всех стрелков Убивает Вестфалии Замечательный, просто прекрасный маневр Ну, тут уже, извините, это не до контроля со стороны ФЛТК То есть прошли эти конные застрелы вот так вот Голые тылы при этом оказались у ФЛТК Но на левом фланге, посмотрите, у него освобождаются два конных застрельщика Я думаю, сейчас они начнут здесь делать дела И основной момент, конечно, этого боя То, что по центру все-таки топорникам В Вестфале удалось проломить центр Мало того, что удалось проломить центр И воины со скромосаксами по-прежнему живы Здесь Дрюс вынужден был бросить своего генерала На королевскую конную гвардию, на топорников И достаточно удачно она справляется с ними Посмотрите, практически три отряда Под натиском королевской конной гвардии сливаются Да, понятно, там была поддержка И здорово Дрюс бросает, значит, сюда Но здесь он меняет направление атаки Продолжает убивать лучников Достаточно еще силы Дрюза Но как-то они разбросаны Вот Да, нет уже стрел У застрельщиков-новобранцев боезапаса Но все-таки с топорами-то они могут бороться Здесь застрельщики эти вот стоят Могли бы они здесь противодействовать И попадается здесь генерал Дрюза Под удар конных разведчиков Да, их меньше И они сольются, конечно, его генералу Но в это же время продолжает ФЛТК обстреливать Сейчас посмотрите в спину Своими лучниками вражеского генерала Удалось ему с этими же самыми лучниками Всадить несколько стрел в конных разведчиков И очень здорово в спину чаржит О, какой замечательный чарж Посмотрите, как он пригревает 10 воинов-клемен Которые причем не отстрелялись Они не сделали ни одного выстрела Зачем было их вести в атаку, дорогой Дрюз Дружище Здесь мастера засад Даже 5 залпов у мастеров засад И не сделали Пардон, извиняюсь Эти сделали несколько залпов 79 до убитых Но ФЛТК, посмотрите, как здорово По центру расстреливают королевскую гвардию Растянутый, конечно, растащил Войска Дрюза БФЛТК И жив у него Жив у него генерал, конечно Хранитель очага Но я думаю, конный генерал сольется быстрее Да, вот сейчас мы видим с вами, что умирает генерал Дрюза Ну, ввязался он, конечно, в такую здесь переделку И убил он 200 аж 7 Генерал себя более чем отработал Ну, все-таки, несмотря на то, что После патча Не играет большой роли Смерть генерала Но, тем не менее, мы с вами видим, что в конце боя Когда численное превосходство на стороне противника Все-таки смерть генерала играет очень большую роль И давайте посмотрим на статистику У Дрюза Замечательно, посмотрите, как отработали мастера засад В среднем, если раскинуть Где-то, ну да, в среднем не сильно большой результат Но будет очень хорошо Да и эти копейщики Вообще, все копья у него отработали стреляющих хорошо Несмотря на то, что не успели Там, вот я обратил внимание, некоторые сделать залпы Но Застрелы 1, 2, 2 отряда Причем, которые подороже сыграли достаточно слабовато Здесь мы видим конные налетчики Тоже достаточно слабо Нереализовано практически 3, 4, 5, 6 6 отрядов из 20 не реализовали себя Ну и доспешные мечники при их цене, если я не ошибаюсь, 700 Все-таки по 75, но 97 еще бы ладно Если бы каждый по 97, это было бы конечно хорошо Здесь мы видим, ну конечно, ветераны-копейщики Посмотрите, 3 из 4 нарубили Ого-го-го Войны с кромосаксами из 4, 2 сыграли Более чем приличный результат Топоры, топоры свое дело сделали 114, 1 Да и стрелки, посмотрите, 85 Пусть эти 27, 14 Да, если в среднем раскинуть будет средний показатель Для в районе, я думаю, полтинника Ну или 40, это достаточно хорошо Учитывая то, что они стреляли в том числе и кавалерию И прежде всего кавалерию Ну, здесь один отряд конных разведчиков ничего не набил Но, тем не менее, 3 сыграли превосходно Ну что ж, good game Спасибо за внимание